Здравствуйте! В эфире программа О Чём Говорят. Самарская область и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Так что уже можно корректировать планы на лето и готовиться к отдыху. И как выясняется не только пляжного. Но лучше не я об этом буду говорить, а мои гости. Заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга Бурова и руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Будем готовить телегу зимой, как говорится. Да. Вообще, вы знаете, мои коллеги-журналисты, им, наверное, повезло больше, чем мне, они в последнее время довольно-таки часто ездят в Крым. И постоянно привозят какие-то интересные материалы, им нравится. И не только информационные сюжеты, но даже сняли несколько публицистических фильмов, вот Олег Зверев сделал такие крымские заметки. Он был в Саксском районе, ему, я честно скажу, очень понравилось. Вот я предлагаю начать, вот, буквально секунд 30, да, посмотрим, что он нам предлагает в Крыму. Режиссер, помогите нам, пожалуйста. Жемчужина Черного моря, земля героев и славных ратных побед, полуостров-сокровищ, все это Крым, Сакский район, самый большой из всех районов Крыма, а теперь еще и самый близкий к нам, к самарцам, это Персиковые рощи, уникальный санаторно-курортный комплекс и 65 километров береговой пляжной зоны. Все это стоит увидеть своими глазами. И сегодня мы в Саксском районе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все это, конечно, впечатляет. Но я понимаю, что нас ждет не только Саксский район, наверное, и другие, да? На территории Крыма 13 курортных регионов, и каждый регион уникален по-своему и имеет свою специфику лечения тех или иных заболеваний, либо проведения тех или иных фестивалей, либо тех или иных объектов, которые лежат в основе туристических маршрутов по Крыму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждете нас? Конечно. Конечно. Вот понимаете, в принципе, давайте быть реалистами. Конечно, там замечательно, да, и Персиковые рощи привлекают внимание и теплое море. Но, тем не менее, мы знаем, что есть проблемы, да? От которых никуда не деться. Проблемы, которые продиктованы той ситуацией, которая на сегодня сложилась. Вот больше всего волнует это момент переправы. Вот с обеих сторон, понятно, эту проблему нужно решать. Вот как вы думаете, будет ли несколько легче на следующий год, вот уже в этот летний сезон, 2015 года? Мы сегодня говорим, что Крым примет столько туристов, сколько смогут привезти наши партнеры транспортной компании. Но если говорить о сезоне 2014 года, то уже количество туристов, которые воспользовались паромной переправой в 2014 году, оно увеличилось в три раза. А количество туристов, которые воспользовались услугами авиатранспорта и прилетели в Крым на самолетах, количество таких людей увеличилось в два раза. Поэтому мы говорим о том, что транспортная проблема, она решается. И все усилия прикладываются со стороны Министерства транспорта Российской Федерации, правительства и, конечно, со стороны Республики Крым. А, Михаил, вы были, кстати, в Крыму? Нет. Тоже предстоит, да? Вот я думаю, наверное, это самое. Не махнуть ли нам в 2015 году и посмотреть все своими глазами? Я даже знаю, когда вам приехали. 21 января мы проводим крупный туристический бизнес-форум, там будет и выставка, это площадка для переговоров, и инфотуры, где можно своими глазами посмотреть на те же объекты, которые мы сейчас увидели в ролике. И поговорить с крымчанами, узнать, как Крым готовится к сезону 2015 года. Получить информацию с первых уст, как вы говорите, о чем говорят, узнать. О чем говорят, да. Спасибо. Но на самом деле наши телезрители, конечно, в первую очередь интересуют не какие-то такие форумы, как вот приехать, отдохнуть и получить удовольствие. Поэтому, насколько мне известно, ведь ждете не только летом, да? Где-то я слышал, что можно ехать практически в любое время года, а тогда, наверное, и переправа не такая сложная. У Министерства курортов и туризма и крымского турбизнеса есть вот несколько таких девизов, по которым мы работаем. Первое – это что сезон у нас длится с 1 января по 31 декабря. Это первый и девиз, и задание нам на работу. Второе – что в Крыму все учтено. То есть мы должны подумать, что ожидает от Крыма туристы, какие услуги им нужны. И, конечно, мы говорим о том, что летом Крым замечательный. Конечно, да, мы знаем, что самый высокий процент, который приезжает туристов в Крым, он приходится на летний период. И заполняемость средств размещения 100% тоже в летний период. Но Крым мы называем территорией здоровья. Когда лучше всего оздоравливаться? Конечно, уже в весенне-зимний период, когда солнце не такое активное, когда уже, что немаловажно, цены на услуги размещения питания в осенне-зимний период тоже намного ниже, чем в летний период. Тоже важная составляющая. То есть если море не настолько важно, то можно поехать и получить другие удовольствия. Абсолютно правильно. И мы сегодня говорим, что для Крыма приоритетные направления, а приоритетные – это те направления, которые мы готовим для продвижения, за которые мы отвечаем, это санторно-курортное лечение и оздоровление. И, конечно, это культурно-познавательные программы по Крыму. Мы говорим, что знакомиться с объектами показа, с музеями, с заповедниками – тоже замечательно в весеннее-есеннее время. А зимой Крым тоже необычно. Вот мы, когда уезжали из Крыма, у нас в разных регионах, потому что в состав крымской делегации входят представители Ялты, Ивпатори, Судака. Но вот в Симферополе было плюс 12, а в Ялте плюс 15. И что, у нас зима в Крыму получается? Ну, наверное, зимы в Крыму нету. Поэтому к нам можно приезжать в любое время года. Плюс горы опять же. Горы. Замечательные маршруты у нас проходят по территории горно-лесного Крыма. У нас шесть заповедников. Два заповедника находятся на территории южного берега Крыма. Это Крымский природный заповедник и Ялтинский горно-лесной заповедник. И, конечно, на Платой Апетри подняться на канатной дороге и посмотреть на море с высоты птичьего полета, походить потом по маршрутам, которые предлагаются на Платой Апетри. Конечно, это очень интересно. И познакомиться с культурой Крым. Самое главное, намного, наверное, дешевле, чем если поедешь отдыхать в Европу. Особенно, если учитывать нынешнюю ситуацию, которая складывается, к сожалению, и с курсом евро и доллара. Абсолютно правильно. Сегодня крымские туроператоры подготовили вот такие зимние продукты. Это, конечно, встреча Нового года и Рождества в Крыму, а также зимние школьные и студенческие каникулы. Даже так. И если говорить о ценовой политике, то можно побывать в двухдневном туре за 1800 рублей. Можно разместиться. Диапазон цен от 1000 рублей до 3000 рублей. Стоит размещение у нас в гостиницах, санаториях. То есть ценовая политика зависит от того, что это гостиница, частный пансионат, санаторий, что входит в стоимость лечения, либо там только завтрак, либо трехразовое питание. Поэтому цена зависит от комплекса услуг, который предоставляется. Если брать только размещение и завтрак, то, конечно, это небольшая цена будет. И мы говорим, что Крым разный. Главное, чтобы было желание приехать, а возможности оздоровиться, отдохнуть, мы предоставляем. Всегда есть, да? Вот. Самарцы ведь уже начали ездить, да, Михаил Викторович? Ну, могу сказать, что с апреля туроператоры у нас активно интерес проявляют к Республике Крым. Безусловно, вот та проблема, которая была в начале нашей программы обозначена, она есть. Авиаперевозки осуществлял только, по сути, у нас Самара-Уральские авиалинии с июня месяца. И, по сути, мы не смогли удовлетворить тот спрос на республику, который у нас сложился на территории Самарской области. Плюс было несколько программ федерального уровня, которые позволило сформировать группы из Самары для одаренных детей. В настоящее время у нас оздоравливаются льготные категории граждан, тоже представители Самарской области. Поэтому работа уже идет. Мы вот в рамках нашей совместной работы обсуждали в торгово-промышленной палате взаимодействие между туроператорами и авиаперевозчиками на следующий год. Понимаем, что все-таки в следующем году проще будет добраться из Самары в Симферополь с помощью авиалиний. Поэтому уже ряд компаний планируют. Единственное, они сейчас не готовы сказать и по ценообразованию, которое будет в следующий год. Но к лету, я думаю, какая-то ситуация у нас все-таки появится. В любом случае. Ну и вот, как говорили представители турагентств, одна из проблем с переправой были также климатические условия. Ветер, не характерный для июля-августа месяца, который приводил к закрытию переправы. Из-за этого там постоянно формировалась пробка. Я думаю, в следующем году все будет проще. По крайней мере, спланировано. Уже там ряд программ действует. Но авиакомпании начнут летать, потому что произойдет однозначно перераспределение чартерных перевозок с выездного направления. Оно сейчас уже наблюдает существенное падение продаж. В следующем году этот продолжится, я думаю. Поэтому нужно будет выбирать новые направления. Это одно из направлений. Я думаю, перестроятся, и тогда все будет замечательно. Потому что мы так вкусно и красиво говорим о том, что приезжайте в Крым, приезжайте. Люди-то хотят приехать, и мы с вами знаем, и чувствуем это и по минувшему лету огромное количество людей желало бы отдохнуть. Самое главное, чтобы не было проблем с доставкой. А уж крымчане, я думаю, нас там удивят. Есть чем. Тем более, столько лет Крым был здравницей Советского Союза, и я думаю, что вряд ли что-то изменилось. Для меня было интересное открытие, вчера тоже проговаривали на круглом столе, то, что автолюбители с 63-м регионом, по-моему, по численности третий в Крыму. Надо первыми быть, мы только за, во всяком случае. Нет, я честно говорю, огромное количество людей с удовольствием отправиться отдыхать в Крым. Потому что действительно есть на что посмотреть, и море замечательное, и люди прекрасные. Хорошо. Но вот мы все время говорим, подписали же соглашение, да? И насколько интересно нам там в Крыму это все понятно. А, так сказать, а теперь вы к нам вот с такой стороны не рассматривали, чтобы и крымчане приезжали, что они там у себя в море-то уже накупались, а на Волге, наверное, мало кто был. Абсолютно правильно. Мы считаем, что нужно говорить о двухстороннем сотрудничестве. И как раз одна из задач тех туроператоров, которые сегодня вошли в крымскую делегацию, приехали вместе с Министерством курортов туризма в Самарскую область, для того, чтобы поговорить с операторами Самарской области о создании совместного турпродукта для крымчан, как для детских групп, студенческих групп и, конечно, для взрослого населения. И мы не зря попросили, чтобы нам показали самые значимые, интересные, экскурсионные объекты города Самары. Сколько дней вы у нас здесь? Ну, сегодня уже третий. Третий, трех дней мало. Нет, надо приезжать как минимум недели на две, да, Михаил Викторович, чтобы поездить и посмотреть? Ну, то, что мы увидели, нам очень нравится. Мы считаем, что необходимо направлять крымчан с целью культурно-познавательного туризма в Самарскую область. Особенно интересно то, что здесь проходят речные круизы. На самом деле, правильно сказали, что крымчане уже немножко устали от моря. Наверное, познакомиться с культурой Российской Федерации, увидеть Волгу, а еще совершить круиз речной, посмотреть не только Самару, но и другие жемчужины России. То было бы замечательно, и о таком турпродукте нужно говорить для крымчан. У нас очень интересный событийный туризм. Вот, здесь намного больше, чем я. Михаил Викторович вам расскажет как-нибудь. У нас на самом деле есть на что посмотреть. Начиная от Грушинского фестиваля и кончая чем угодно. Даже военно-исторически. Ратное дело, Железный век и так далее. Ольга Васильевна уже в курсе, я, позвольте, прокомментирую. Буквально полчаса назад мы общались с Советом по развитию событий нау-туризма. Как раз они презентовали там свои проекты. Это действительно уникальная черта Самарского региона. Есть чем гордиться, потому что. Есть уже заинтересованность организаторов наших событий в Республике Крым проводить близкие логичные мероприятия, событийные. В принципе, уже работа идет и в этом направлении. Обсуждаем совместные проекты на следующий год, на последующий период. То есть, если дружить домами, то дружить по полной. Абсолютно правильно. Мы думали, что в Крыму проходит очень много фестивалей. Мы говорим, что ежегодно Крым принимает порядка 100 фестивалей. И задача Министерства, чтобы эти фестивали проходили не высокий сезон, а наоборот в осенний, зимний, весенний период. Но когда я узнала, что на территории Самарской области проходят 400 фестивалей, поняла, что у нас практически фестивали не проходят. Поэтому мы на самом деле очень заинтересованы и в обмене опытом, обменом идей и предоставлении площадок как на территории Крыма для фестивалей Самарской области и, соответственно, на территории Самарской области для крымских фестивалей. Поэтому у нас на самом деле очень много перспектив сотрудничества от создания туристических продуктов, от обмена туристическими группами до проведения совместных фестивалей, событий. И даже Республика Крым – это новый субъект Российской Федерации. Нам важен опыт и по развитию территорий, и по разработке специальных туристических программ. Поэтому у нас с коллегами очень много совместных идей, проектов. И мы благодарны за замечательный прием в Самарской области, в департаменте туризма. Тем будет больше идей и всего остального. Спасибо за теплые слова. Действительно, мы рады таким гостям. Мы сами с удовольствием будем ездить в Крым. Я думаю, получится у нас в будущем летом. Тем более, мы помним, что и Ялта, и Херсонеса, и Севастополь, и Евпатория нас ждут. Абсолютно правильно. Министерство курортов и туризма ежегодно проводит инфотуры для представителей средств массовой информации. Мы будем рады видеть вас в нашем инфраторе. Да не только как производитель средств массовой информации, а вообще просто как житель города Самары и Самарской области. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что была программа «О чем говорят» смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам большое еще раз. Спасибо.